Добрый день, друзья! С вами Евгения и вы на моем крымском канале. Друзья, приглашаю вас на мой канал и сегодня у нас путешествие. Друзья, ну вот сегодня опять южнобережный пляж. Я очень люблю сюда приходить. Правда, я нахожу уголочки какие-нибудь, не на самом пляже, но сегодня вам показываю. Конечно, море очень сильно смыло и сейчас идут работы, подсыпают, опять все подсыпают, машины приходят, то есть полосу эту увеличивают. Ну, вот такая штука сделанная. Вы знаете, я люблю заниматься камушками, тоже выкладывать всякие штуки. Вы знаете мою любовь к камням. Посмотрите, вот какая работа была сделана. Я просто удивилась даже. Как-то внимания не обращала, всегда мимо пробегаешь. Вот эта калиточка, которую вы справа видите, раньше можно было пройти через санаторий, подняться и выйти насквозь. Ну, там лестница тоже, знаете ли, сейчас в обход мы ходим. Ну и вот эти камушки, посмотрите, какая работа. Это же все принести, выложить. Кто-то столько время потратил на это. Я понимаю, я в своем саду нечего делать. С любовью с такой. Посмотрите, лесенка вам как сделана. Ну, мне показалось, что это занятно, занятно, друзья. Ну, погода уже хорошая, конечно. Посмотрите, уже, в общем-то, тепло. Можно ножки помочить, как бы градусов 15-16, наверное, вода. Море греется каждый день. Сейчас уже как-то и туманов нет, значит, нагревается, уже нагрелась. Ну, вот здесь я, конечно, развела деятельность бурную. Сейчас буду вам показывать опять свои мистические, сакральные камушки, которые я, или можно назвать арт-объекты. Вы знаете, кто в это не верит, это просто называется сейчас ленд-арт, когда люди выстраивают фигуры из камней, просто для удовольствия. Хотя, вы знаете, пространство меняется при этом. Меняется энергетика места. Вы приносите частицу своей энергии сюда, получаете от природы энергию, когда взаимодействуете с какими-то вот объектами природы, камнями, песком. Ну, тут, конечно, невозможно же просто оторваться. Вы знаете, можно просто смотреть. Да, еще хочу сказать, что появились какие-то водоросли. Я таких раньше не видела какого-то цвета оранжевого, прям, знаете, паричнево-оранжевого. Ну, вот здесь диковатое место, в общем, дикое давление. Ну, если подсыпят, будет очень даже и неплохо. Ну, я надеюсь, что эти пляжи варили, здесь еще пусто рано. Будут за ними нахаживать, купать все. Ну, вот куда ни посмотришь, везде очень живописно. Как природа, композиция, да, вот художники изучают композицию, а тут все само. Ну, и вот, наконец, моя деятельность. Для тех, кто увлекся, кому нравится. Друзья, всем вам привет большой. Я тут полазила. Я уже повырезала, конечно, не все подряд. Оставила только самые такие фрагменты интересные, потому что это, ну, это не очень длительный процесс. Ну, вот меня прямо, знаете, я сижу и думаю, ну, когда же, наконец, я уже пойду. Но домашние дела сейчас. Хозяйственные дела меня не отпускают, потому что я готовлюсь к сезону. Все мою, убираю, прибираю. Ну, еще сад. Сейчас же посадки всякие, семена сею. В общем, ну, огорода я не сажу, друзья, у меня только цветы. Но мне надо, чтобы цветов было много. Приглашаю вас, мои дорогие. Еще раз анонс делаю. У меня очень дешевое жилье. Тысячу рублей за домик на два человека. И также на четыре человека можно два домика рядом снять. Вы будете просто комфортно ни в одном помещении все тусоваться. Ну, и на одного человека совсем бюджетное жилье. И жилье есть. Новый домик построили, маленький такой. Вот тоже все это. Занимаюсь этими делами. Ну, конечно, вы видите, что зачем просто, когда можно сложно. И вот я тут хожу, камушки достаю. Море постоянно меняет ландшафт. Накидывает. Каждый раз приходишь, какие-то после шторма. Другие совершенно камни. Представляете, вот эти камни набросало море. Даже трудно поверить в это. Но слизывает мелкие вот пляж наши эти камушки, как она гальку. Она в море уходит. Потом иногда выбрасывает. В общем, там какая-то, знаете, своя жизнь у моря интересная. Ну, вот я, видите ли, вот потом еще эти арт-объекты свои покажу. Я загадываю желание. Я к этому отношусь очень трепетно. К этим пирамидам. Еще называется это балансировка камней. Значит, балансировка камней. Просто люди увлекаются. Арт, ленд-арт. Это когда выкладываются тоже из камней арт-объекты какие-то. Ну, и, конечно, сакральный древний смысл под этим, под всем. Посмотрите мои видео. Я когда буду монтировать, я поставлю, друзья, такие подсказки наверху. Будут возникать подсказки. Потому что это у меня не первое видео с камнями. Ну, вот как-то, вы знаете, успокаиваешься, сосредотачиваешься. Чисто с психологической точки зрения. Я думаю, что это такая терапия, когда можно о чем-то думать своем, хорошем или вообще ни о чем не думать. Я часто предпочитаю вообще ни о чем не думать. Просто я вся поглощена вот этими камнями, их формой, поиском этого баланса. Ну, у меня уж пирамиды не такие большие. Вы же видите, люди выстраивают вообще фантастические просто. Так, что-то там какая-то собачка где-то лает за окном. Вот, друзья, надеюсь, приедете летом. Мы будем с вами ходить вместе и будем вот такие штуки делать. Ну, летом, конечно, народу много. Это уже не очень комфортно. Сейчас я совершенно одна. В общем, еще туристы есть уже. Конечно, сейчас майские уже надвигаются праздники. Туристы, конечно, приехали уже. Особенно хорошо зимой. И, в общем, тепло. У нас всегда тепло. Я гуляю, в общем-то, в любую погоду. Ну, вот в форме камней, их красоте, их удивительной какой-то гармонии внутренней. Ну, я не перестаю восхищаться. Какой не возьмете камушек, просто тогда еще море включается в эту работу, обтачивает эти бачки. Такие обтертые, кругленькие. Особенно вот эти круглые люблю. Вы знаете, друзья, я делаю дома ограждения из морских камушков. Мы с дикого пляжа. Ну, не с этого, конечно, с дикого привозим, где. В общем, можно камни брать. Ну, не в таких уж больших количествах. И я делаю красивые поребрики. Вот такое у меня увлечение. Я по китайской метафизике, я земля. Ну, земля, это понятно, что это все, что связано с землей, растения, камни. Причем я, друзья, земля не пашня. Янская земля. Я гора. И у меня в моем гороскопе я увлекаюсь бадзы. Делаю гороскопы. Вот это я, видите, уже довольна своей работой. Андрюша тут меня снимает. Вот сейчас будут еще фотографии. Ну, вот мне хочется, чтобы вот это удовольствие, эта радость передалась вам, друзья. Это солнышко. Я слишком тепло оделась. В общем-то, жарко мне было, конечно. Я все время боюсь, что прохладно. Ну, вот моя работа. Это сверху. Я не знаю, тут видно, вот понятно или нет. Это сверху с набережной. Вон мои три пирамидки. Я три штучки сделала. Вот найдите три пирамидки. Ну, что там неугомонное, да? Еще что-то. Еще что-то я хочу. Ну, вот, друзья, про жилье рассказала. Обращайтесь, кому нужно. Где-то там есть бюджетное жилье. Ролик. Наверное, тоже его вставлю в подсказке наверху. Это делается потом при монтаже. Сейчас я просто отсматриваю материал. И еще, друзья, хочу вас анонсировать вам очень большую работу важную я делаю. Вы знаете, я еще она не готова, эта работа. Я буду рассказывать о жизни пенсионеров в Крыму, которые переехали с материка. Итак, переезд пенсионеров на постоянное место жительства в Крым для красивой, вот такого, для красивого, зрелого возраста, для жизни. Как у нас можно... Я просто много слушала сейчас роликов, посмотрела, что люди все хают, рассказывают много плохого. А я расскажу свою историю, потому что я прожила больше года. У меня есть все, я веду учет финансовый своей вообще семьи. Я вам все выкладки о питании расскажу, о сколько денег стоит, где что купить, потешевле, как мы отапливаемся. В общем, будет полное, такое серьезное видео, может быть, даже не одно. Ну и вот результаты. Посмотрите, полюбуйтесь. Я очень горда, особенно вот этой композиции. Здесь вот эта балансировка камней настоящая, потому что их надо удержать же. Они стоят устойчиво. Вы знаете, они могут, пока уже совсем ураган какой-нибудь не начнется или кто-нибудь не собьет, они могут стоять очень долго, потому что тут крутишь, крутишь, вот это вот выбираешь, этот баланс. Балансир. Ну, море, как всегда, прекрасно заряжает меня энергией. Я надеюсь, это передается вам, друзья. Ну, море в любую погоду прекрасно, друзья. Конечно, когда светит солнце, вы знаете, подсвечивает. Тут такие рефлексы, какие-то, вы знаете, течения видно, какими-то полосами необыкновенными. Цвет лазурный бывает, бывает такой прозрачный, бирюзовый. Просто, ну, не в пасмурную погоду, когда нет солнца, море такое серое, а зимой, когда холодно, оно действительно, знаете, свинцово какое-то, ближе к черному. Наверное, поэтому Черное море и назвали. А так, конечно, оно ярко-синее, бирюзовое. Бывает иногда, знаете, цвет как синька просто. Вот такие разные цвета. Здесь, конечно, жить надо художникам. Приезжайте долго тут находиться, потому что это будет и вдохновлять, потому что художники ведь очень цвета различают. Ну, я немножко еще тут покажу ландшафт сам. Гора такая, тут, вот знаете, начинается дикий пляж. И очень люди любят вот здесь лазить. Там себе разгородили небольшие типа пляжиков. Море опять закидает, опять разгородят. В принципе, можно вот сюда приходить и здесь купаться. Тут, кто любит крабов ловить, подводную жизнь рассматривает, что здесь много этих водорослей различных. Ну, там уже, видите, вот это дорогой пансионат. Смотрите, строится на самом берегу. Видите, высотный дом и маленький спускается. Это Златоуз, друзья. Это Госдума себе такое отобрала. Огромный кусок, бухту огромную. Ну, там мыс Айтодор. Можете посмотреть мой фильм про крепость Харакс и санаторий Днепр. Ну, небо, конечно, вот эти перистые, удивительно колоритные. Такие изумительные красоты. Вот эти облака куда-то, знаете, улетаешь из солнца. Посмотрите, какой получился кадр удивительный. Солнце и небо, облака. Вот это меняется каждую секунду. Уже смотришь, уже все изменилась картина. Вот этим-то Крым и богат. Погода очень быстро меняется. Ну, тут еще что-то я. Ну, а с вами, друзья, как всегда, была ваша Евгения. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Ставьте мне лайки. Пишите ваши замечательные комментарии. Как всегда, была ваша Евгения с вами. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok